так показываем эксперимент по передаче энергии по одному проводу видим там генератор на основе качера источник это приемник а на другой стороне приемник и лампа накаливания обычная маленькая а материал провода это тонкая медная проволока в изоляции когда я прикасаюсь лампочка горит а если я заземляю вот этот вот конец лампочка горит ярче ток потребления падает но таких еще ламп и нет по одному проводу передавали но этот шутер по свое время хотел дорогого теста теста да вот это фактически это патент да и как там электрический трансформатор но у него были такого вида трансформаторы у нас здесь в виде катушки а последняя идея это действующий макет то есть у него кпд низкий потому что там мощность достаточная здесь горит маленькая лампочка это действующий макет но сам принцип вот работает вот чисто однопроводка как то говорит а вот оно там по воздуху передается по земле там еще как то есть вот один круг за один провод и все тут показываю еще раз тут нет ни о тех вот второе земление второго провода нету ничего то есть все чисто лежит на столе поэтому аликушу приемник другой но нам на приемнике можно и железным сердечником использовать а на передатчике там железным сердечником уже не будет там чистота уже не так чтобы ну чё еще надо сказать что поскольку на той стороне качество обратной связью то есть параметры линии меняются то он как бы известны пределах подстраивается под изменения то есть он как бы остается в резонансе все равно земля им работает более эффективно ну и кстати чаще можно вторую отверткой показать вот тут на камеру наверно не видно короче здесь вспышки голубые есть все равно да это только еще и не здесь высокая все равно есть но если мы заземляют а тут уже этого меньше я думаю что если на хорошие земли не повесить вот слышно да 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 вот по звуку мой озон все то есть разряды прилично да то есть это по идее руками но как и еще мы еще раз говорим что это это только макет нужно оптимизировать нужно не надо не то что оптимизировать как считать вот это масштабировать еще надо разбираться с процессами что здесь происходит конкретно чтобы можно было уже потому что это все известно это электромагнитное поле я не в том дело прекрасное объяснение как на этом объяснить можно предсказать нельзя проектировать нельзя вот эти вещи с таким объяснением а так объяснение прекрасно это же электромагнитное поле ну конечно электромагнитное поле, что же счёты? чтобы когда будет предсказуемость делай раз, делай два, получаем три, значит мы уже кое-что поняли пока ещё только на начальном этапе и ещё можно сказать, что все эти схемы реализованы на кочёре Бровина да, но это дальнейшее развитие кочёра Бровина то, что сделал Мак, который купил у неё реле приближения Вадим Ирлищ ему рассказал, что это и он к нему подключил уже катушки трансформатора Тесла фактически тот же принцип, но по-другому немного применил то, что он не может ну вот наверно что ещё и стрелищный да, не надо, а то он сейчас его вырадует потому что он первый раз не может всё ты первый раз вообще в лаборатории ну вот впечатление можно ещё приходить в лабораторию, это народная да, будет интересно будет интересно, да телефон Александра да, да эксперименты поставить да а может действительно маму помогут чьим-нибудь кто знает, мы же мужик колеца есть группа ВКонтакте я просто зайду как следует я тебе там друзья добавлю как надо я тебе там это да я